Дневной разворот Объявление о том, что будет у нас эфир В котором мы собираем адреса В котором мы собираем адреса Тех площадок контейнерных Возле которых растут горы мусора Мусор выводится нерегулярно Вот то, на что жалуются кировчане Да, в нашей группе ВКонтакте Размещен анонс Светлана, ты постила в Фейсбуке Есть несколько адресов Ну, они такие, знаешь, я бы сказала Немножечко размазанные То есть улица Мопро недалеко от перекрестка Слипних-то у Магнита Я смотрю у тебя на страничке Улица Луганская Нам рекомендуют ее всю проехать Улица Солнечная, 17 За домом, и там выложена фотография Ужасно, конечно, это все выглядит Как пишет наш слушатель Твой друг Фейсбучный Егор Поспелов Постоянная проблема мусора Вонь по всей округе и грызуны Я тебе должна сказать, что крыс возле свобода Я вижу перекресток Но вот Солнечная, это все-таки, на мой взгляд, несколько окраина города Я живу в центре фактически Азина и Дериндяева У нас крысы бегают днем У нас валяются раздавленные крысы на дорогах Возле этих тушек ходят дети Тыкают у них палочки, извините, пожалуйста Маленькие дети А потом непонятно, чем ребенок может заболеть Пятницкая, 98, тоже центр Пишет тоже Михаил Рядчиков Говорит, всегда мусор, но сегодня прибрали Это он написал вчера Хотя количество контейнеров уменьшилось А для бумаги и пластика пропали вовсе Поэтому свалка периодически возникает Ну вот, Светлана, я следила Последние два-три дня За комментариями вообще по этой теме Не только там в нашем анонсе Что пишут люди? Очень много жалоб на то, что Контейнеров стало меньше раз Где-то в полтора раза, где-то в два раза И исчезают контейнеры для раздельного сбора мусора Те, которые стояли раньше Ну мы знаем, да, такие вот металлические баки С прорезями и надписями бумага, пластик, стекло Разного цвета они были, когда у нас пытались Вроде бы внедрять раздельный сбор мусора Приучать нас Эти контейнеры исчезают, пишут люди Ну и вот А ВКонтакте? ВКонтакте пока фотографий приложенных нет И адресов нет А сколько просмотров? А просмотров 260 почти Вот смотрите, какая история Мы ведь отреагировали на запросы, которые прочитали в соцсетях В соцсетях один из наших тоже слушателей Пишет люди, что делать Вот у нас вот такая гора мусора Приложена фотография, там несколько контейнеров И все они завалены чуть не сверху мусором Что делать? Естественно, все ругаются Говорят, что все гады Власти гады, САХ гад Управляющие компании тоже Что делать, непонятно Все гребут в свои карманы И мы тогда решили просто Потому что мы постоянно об этом говорим Мы хотели сегодня сделать следующим образом сформированный эфир Мы хотели пригласить представителей компании САХ Раз Мы хотели пригласить, естественно, представителей администрации Два Два И мы хотели пригласить общественного деятеля Который специалист в этой сфере ЖКХ Что у нас в итоге получилось? В итоге общественный деятель У нас есть общественный деятель в Кирове Вообще молодцы Мы приветствуем Андрея Воробьева Руководителя некоммерческой организации ЖКХ Эксперт и члена общественной палаты Кировской области Со вчерашнего дня Добрый день, Андрей Воробьев Дальше Михаил Шихов Депутат Кировской городской думы Член постоянной комиссии Гордумы по транспорту ЖКХ Экологии, безопасности, жизнедеятельности Михаил бежит Он скоро войдет в нашу студию А город, несмотря на то, что он получил наш запрос позавчера Не отправил к нам ни одного специалиста Хотя мы не собирались здесь сегодня ругаться, критиковать Мы хотели собрать адреса Мы хотели посмотреть эти точки, записать И здесь в эфире передать городским властям Которые в любом случае за это ответственны Для того, чтобы этот список был проработан Мы что сделаем? Мы вот то, что нам написали Те адреса и фотографии, которые нам прислали Мы в городскую администрацию В любом случае напрямую передадим Передадим от себя А я это лично завтра сделаю У нас будет рабочая группа завтра По итогам Рубанистического форума Там будет Илья Вячеславович Шульгин Там будут его замы Там будет Елена Васильевна Ковалева Я торжественно этот список вручу Но другое дело, товарищи Вот ругаться мы все умеем в соцсетях А как вас просят дать конкретные адреса Так как-то не очень серьезно относится Может быть, у людей просто не дошли руки сходить и сделать фотографию А без фотографии они понимают, что пост не играет без фотографии Ничего не играет Написали бы хотя бы с описанием ситуации Значит, проблема надумана Может быть, мы ее придумали себе В администрации города, возможно, ее тоже придумали Потому что вчера была новость о том, что три кировские управляющие компании Оштрафовали почти на полмиллиона рублей Вятская управляющая компания, Актив Комфорт И управляющая компания Ленинского района За что? Я так понимаю, за неоднократное появление свалок Возле контейнерных площадок За которые эти управляющие компании несут ответственность Говорят, что горы мусора вокруг баков появились Из-за того, что коммунальщики умышленно не заключили договоры На необходимый объем вывоза бытовых отходов Но эта проблема тоже озвучилась Коммунальщики кто имеется в виду? Коммунальщики, вероятно, управляющие компании имеются в виду в этом смысле Некоторые из них имеют долги перед организациями, занимающимися вывозом мусора К примеру, спецавтохозяйство, управляющие компании задолжали 80 миллионов рублей 80 миллионов рублей Давайте за эту цифру зацепимся Мы будем разбирать и площадки, и все на свете Но вот цифра 80 миллионов рублей за должность перед САХом требует пояснения За какой период времени сформировалась эта цифра? Кто знает из наших гостей? О чем вообще речь идет? Михаил? За должность есть 80 миллионов рублей Вы разбираете это на Гурдуме, Михаил? За должность перед спецавтохозяйством 80 миллионов это не 8 тысяч рублей Не 8 копеек Я понимаю, за должность эту мы не разбираем Это отношения хозяйствующих субъектов Мы на Думе, на комитете разбираем отношения Почему одна компания не вывозит, другая не заключает договоры Это договора на вывоз мусора, либо уборку территории контейнерных площадок Хорошо, тогда мы поясняем ситуацию, которая возникла с компаниями Вятской управляющей компании, Актив Комфорт Ильинского района компании Их оштрафовали на 450 тысяч рублей За неоказанные услуги Что это значит? Мы не очень поняли Почему управляшки могли пойти на штраф в 450 тысяч рублей Вместо того, чтобы что-то делать с площадками? Ну, авиатская управляющая компания, почему бы не пойти на штраф? Она обанкротилась, поэтому с нее что штраф, что не штраф А, то есть с нее уже снять ничего не получится? Конечно, конечно Вятская управляющая компания Много у этой компании? В авиатской управляющей компании была простая известная история Это когда Илья Вячеславович Шульгин Да, Шульгин Выезжал с осмотром Они подали заявление на банкротство на следующий день Когда им позали на недостатки Хорошо, но вот управляющая компания Ленинского района Тоже в нашей студии неоднократно упоминается Как компанию, у которой есть проблемы в том числе финансового характера Да, но компания большая, крупная На ней много домов Я не думаю, что ее, условно говоря, бросят Да, и она бросит эти свои дома То есть она каким-то образом продолжит работать Под тем же именем, под другим именем Но все равно каким-то образом она работать будет Для Ленинской компании это несущественный штраф Вот штрафные санкции, которые на нее наложили Смотрите, я в своем ответе объединю сразу две управляющие компании Это компания «Актив» и Ленинская управляющая компания И там, и там пришло новое руководство, новые руководители С обоими были проведены встречи Люди абсолютно вменяемые Они понимают, что выбирать надо Это вот сейчас они пришли? Да, это вот буквально, да За последние месяцы была проведена работа городской администрации И на сегодняшний день Вот буквально позавчера была достигнута Последняя договоренность с компанией «Актив» Они обещали на этой неделе Заключить договора на содержание контейнерных площадок И я думаю, ситуация по Ленинской управляющей И по компании «Актив» В течение, ну, пары недель точно выровняется Неделя заканчивается завтра Вы поймите, я... Вы не в курсе, я завтра Уточню еще раз У обслуживающей компании заключили ли с ними Соответствующий договор Компании «Актив» и... И Ленинская И Ленинская компания Ну, по Ленинской, я знаю, уже точно все хорошо Да? Уже точно все хорошо Но штрафы они будут платить, которые... Вы знаете, я не горжил инспекцией Андрей, подключайтесь Как вот система должна сработать? Ну, здесь, если это будет через суд И будут оспаривать То штраф может быть вообще снижен до нуля Снят, получается, да? Как? Почему? Ну, это у нас есть в кодексе Об административных правонарушениях Такая поправка была видена Что могут уменьшить штрафы Ага Я не очень понимаю Все равно люди не оказывают услуги Город покрывается горами мусора Они сейчас исправятся Администрация выплачивает Они сейчас исправятся Выписывает штраф Потом суд И они говорят, окей, все нормально Мы ничего не платим Да, слушайте, дело вообще не в штрафах И сколько раз так можно вообще? Дело не в штрафах Надо организовать правильно работу И чтобы все субъекты И компания-перевозчик И управляющая компания И собственники помещения В многоквартирном доме По цепочке Оплатили друг другу И не было мусора нигде Вот смотрите, Андрей Я уже рассказывал, по-моему, эту историю Администрация города должна ходить Мы всегда оплачиваем коммунальные услуги вовремя То есть до 18-го, до 20-го числа Мы стараемся по всем квиточкам заплатить У меня в прошлом году в машине крысы съели шланги Омывочные Я доплачивала за это Забрались в машину Забрались в машину крысы И перегрызли шланги Я приехала в автосервис Мне говорят, вы за городом живете? Я говорю, нет, в центре города Вы паркуетесь где-то рядом с мусоркой? Я говорю, нет У вас, вы знаете, говорит, мыши съели шланги Я, говорит, первый раз такое вижу И показывает мне А они бегают у нас, реально Вот они бегают И что? Нет, погодите Это трагедия большая, конечно Нет, светло Но давайте мы все-таки разберемся Смотрите, какая история Вот еще раз Вы говорите, что несущественно, Андрей Вы говорите, что штрафы Это как бы, это не важно На мой взгляд, это важно 450 тысяч, это не баран чихнул Все равно Почему есть возможность Уборолевщик компании нарушать Им выписывают штрафы А дальше они через сутки штрафы ликвидируют Может, еще не ликвидируют? А кому выписали штрафы 450 тысяч? Трем компаниями Трем компаниями Не каждая, а всем вместе Дивкомфорт, Ленинская и Вятская управляющие Вятская управляющие не заплатят А Дивкомфорт, Ленинская и Вятская Трем компаниями 450 тысяч С совокупным оборотом в 5 миллиардов У них? Да, ну сравнивайте У этих трех компаний 5 миллиардов Совокупный оборот за год А штраф 450 тысяч Которые они могут оспорить еще в суде И еще не могут оспорить в суде Я начинаю приземляться Так, ясно То есть возможность такая есть в законодательстве Следует ли нам в таком случае Пересмотреть систему штрафов И повысить их? Ну, штрафы в этой системе и так немаленькие Давайте так скажем За захламление там, насколько, Андрей По-моему, 150 тысяч Ну, все зависит от инспектора За нарушение лицензионных требований Там вообще 250 тысяч Давайте четко Да, на юрлицо Вот, посмотрите Михаил говорит, что штрафы в этой системе Достаточные по величине Не маленькие Увеличивать их не надо Вы, Андрей, тоже считаете В то же время вы говорите У компаний, совокупный оборот Которых там 3,5-4 миллиарда рублей в год Штраф 450 тысяч На мой взгляд, маленькие Ну, как маленькие Ты хочешь половину дохода у компаний Миллиарды? Может быть, один раз и стоит Нет, ну, поймите В этих деньгах сидит не только обслуживание имущества граждан Но и все платежи по коммунальным услугам Это оборотка Да, это оборотка А доходность компаний? Средняя доходность управляющих компаний Не может быть, чтобы вы не знали оба Ну, если управляющие компании, которые делают Такие минимальные работы, чтобы просто дом существовал У них, соответственно, рентабельность высокая Есть управляющие организации, у которых Жилой фонд настолько изношен, что они Большую часть получаемых денег Тратят От собственников Они практически тратят на дома То есть у всех по-разному Нельзя четко сказать, что кто-то зарабатывает 100 тысяч в день А кто-то миллион От и до Это абсолютно разное А ведь кто-то, Андрей, не говорит Зарабатывает на том, что просто не платит поставщику ресурса Банкротится и пропадает Ну, представьте Это не заработок, на самом деле Это мошенничество какое-то Ну, для кого-то заработок Кто ведь как рассматривает Кто ведь как рассматривает Да Кто ведь как рассматривает Теперь смотрите, какая история Вот длится А, мы должны прерваться Нам звукорежиссер показывает Через полминуты мы продолжим И разберемся с теми адресами Которые нам указали Все-таки наши слушатели В наших соцсетях Продолжаем разговор В студии Михаил Ишихов Депутат Кировской городской думы Член постоянной комиссии Гурдумы по ЖКХ Что нас сегодня конкретно интересует Экология и безопасность Экологии тоже нас сегодня интересует Андрей Воробьев Руководитель некоммерческой организации ЖКХ-эксперт Член общественной палаты Кировской области Итак, управляющие компании разные Оборотка у них достаточно большая Но у всех разный подход к бизнесу И вот мы поняли Что есть управляшки Которые им выписали штраф Они исчезли Прямо на следующий день Банкротятся Есть управляшки Для которых Может быть этот штраф Не так велик Есть управляшки Которые им выпишут штраф А они не будут его платить Потому что на них еще долгов полно Ну или суд, например Им срежет этот штраф Нам пояснили Теперь более-менее понятно Как со штрафами идет работа И у меня после этого объяснения Осталось все-таки ощущение Что штрафы Какая-то недейственная Недейственный какой-то инструмент Особо не влияет На работу управляющих компаний И не очень правильно С моей стороны Потому что штрафы Заплатят те же Собственники помещений в доме А в итоге Эти деньги переложат На собственников Конечно Да, надо использовать Другие механизмы Сейчас у нас есть Так сказать Грубое нарушение В рамках лицензионных требований Надо лишать Управляющих компаний Лицензий И не только лицензий И исключать дома Из их реестра Да Выводить их на конкурс Пусть другие Управляющие компании Заходят, выигрывают Создается конкурентная среда То есть Надо активнее Использовать Механизмы Которые даны Законодательствам Активнее Включаться в работу Как Муниципальному контролю Так и Государственному Жилищному надзору То есть Они появились Недавно Эти серьезные Инструменты В том числе Лицензию Мы не хотим Больше Управлять домами То теперь Это уже идет В принудительном порядке И там Как говорится Хочешь Не хочешь Тебя могут лишить Надо Сейчас Я считаю Что полгода Год Чтобы Самых Недобросовестных Самых Злостных Самых Вот таких Как у нас Говорят некоторые Общественники Из 90-х Управляющие Компании Ушли А они все известны И соответственно Необходимо Создавать Конкурентную Среду Так Давайте Перечислим Эти известные Управляющие Компании Из 90-х Какие Компании Мы имеем Ввиду Светлана Давайте Никого Перечислять Не будем Очень жаль Хотелось бы Знать Потому что Мне Неизвестно Слов Андрея Хочется Сказать Что Должны Компании Которые Работают На совесть Которым Своя репутация Важна Я могу Тоже Не буду Называть Есть хорошие Компании У нас есть Отличные Компании Если вы Обратите Внимание На компании Которые Интегрированы Строительные Структуры По ним Вообще Нет Никаких Жалов Людям Важна Репутация Это Управляшки Которые Образовали С вами Застройщики Мы знаем Это мы знаем Мы сейчас Саня Раз вы Скрываете Лица Этих Людей Мы знаем Что Есть Управляющая Компания Железно Которая Управляет У КССК Есть своя Управляющая Компания У Мироновых Есть КСМ У Влада Прозурова Михаил Боков Татьяна Дюмина Есть У каких Еще Строительных Компаний У УКСА У них нет Управляющих Компаний Но у них Есть Управляшка С которой Они работают Много Много лет Но это Хорошая Управляющая Компания И они Отслеживают Эти отношения Партнерские Они тоже Как-то И так далее То есть Эти компании Работают Строители Сами Со своими Микрорайонами Но это В основном Новые Все-таки Дома Относительно А остальным Это что делать У меня Просто Вот смотри Какая история Вот смотри Андрей сказал Что У него Есть ощущение Что в ближайшие Полгода Пройдет Не передел Рынка А перестройка Этого рынка Отвалятся Недобросовестные Компании Из 90-х Так скажет Которые работают По старой схеме Можно сказать И появятся новые компании Или укропнятся те Которые Вот являются Добросовестными Как вы думаете Михаил Лично мне кажется Если компания Начнет укропляться Укропняться Это прям идеальная модель Почему Почему крупные компании Лучше чем маленькие Андрей не согласен Потому что сейчас Андрей может быть И не согласен Но смотрите Так как у нас В свое время Земли под МКД Многоквартирными домами Поделили Не совсем верно Как я считаю В отличие от Москвы Вот смотрите В Москве был дом Его приватизировали То есть метр вокруг дома Это земля жильцов Все остальное Это муниципальная земля У нас же это все Нарезано вот так вот И понимаете Когда у нас есть Одна крупная управляющая компания Допустим на район Как раньше был То есть Опять же Это касается темы мусора То Согласно Норм Санпина От 20 до 100 метров От жильцов Они уже имели Возможность Определить место Создать площадку До 5 контейнеров То есть какую-то крупную Управляшки могли Управляющая компания Да Если это одна Управляющая компания На одной территории Тогда и Места накопления Могли создаваться Ну достаточно крупные И содержаться Сейчас что имеем Не один Два контейнера Конечно А сейчас вот Три дома стоят Рядом все разные Разные управляющие компании Разные желания Жильцов Каждый хочет Все это перепихнуть Соседу Поэтому В этом смысле Объединение Хотя бы По признаку территории Было бы правильно Мне кажется Михаил Я вас очень прошу Сравнивать Только не с Москвой Сфера управления домов С кем угодно Потому что Москва Это не только В сфере ЖКХ Это другая страна Мы знаем Я не в сфере управления Я в сфере того Как Были поделены территории Примерно что Михаил привел Да Слушайте Там в Москве Вообще Если ты хочешь Сменить управляющую компанию И не дай бог Ты от ГБУ Жилищник Хочешь уйти Завтра ты можешь Просто не проснуться Ого Ой Нет Это серьезно Вы посмотрите Что там происходит Это во-вторых Это посмотрите Как там работает Государственная Жилищная инспекция Недавнее письмо Было оттуда Когда всем управляющим компаниям Было практически В приказном порядке Принять меры По передаче Индивидуальных тепловых пунктов В доме Ресурсоснабжающим организациям В Москве В приказном порядке Общее домовое имущество Передать ресурсоснабжающим организациям В связи с чем? В связи с решением Жилищной инспекции Почему оно такое решение? Вот У меня тоже вопрос Почему оно такие решения принимает Которые противоречат Жилищному кодексу То есть вот Поэтому я прошу Только не на Москву Что там происходит Хорошо Хорошо Это не подается никому объяснению Давайте Кирову вернемся Предложение Михаила обсудим Укропнение управляющих компаний Благо или нет? Ну слушайте Про укропнение управляющих компаний Мне кажется Известно уже многим Что Есть позиция У крупных Поставщиков ресурсов Монополистов Ну так сказать Да Если по простому Хотя на самом деле Там не монопольное положение Там доминирующие Они там занимают И У некоторых чиновников Что в Кирове Необходимо Четыре крупных Управляющих организаций Которые были бы Полностью подконтрольны Администрации Нет? Ну как бы в целом Чтобы они были полностью подконтрольны Чтобы с ними Можно было вести диалог И соответственно Подконтрольны кому? Вообще в целом Чтобы система была подконтрольна Хоть кому? Хоть кому, Андрей? Хоть кому вменяемом Частое слово Хоть кому? Кто-то должен нести ответственность За эти четыре управляющих компании Об этом говорим Эта сфера управления Не должен приходить Мэр-губернатор Во дворы И говорить Что у вас тут мусор А кто будет контролировать Подконтрольна Должны контролировать Собственники Изначально Они заказывают эти работы Они и сейчас контролируют И не имеют возможности Не контролируют Какая разница будет Крупнее или меньше Компании Если ментальность Собственников не поменялась Они не будут контролировать Так вот как раз мы говорим О повышении ответственности Собственника За собственные имущества За полгода Она не повысится Михаил Она за полгода Не повысится Не повысится Но ее надо повышать Потому что многим По сути как бы Наплевать Заплатил и ладно Поэтому этот вопрос по укрепнению Он не сделает Лучше сферу управления домами Будут высокие Роценки Будет опять же подчинение Какому-то руководству Или административным органам И собственники будут на последнем месте Так делать не нужно Потому что это уже пройденный этап С укрепнением Лотов С ограничением конкуренции Это мы все видим Каким результатом это приводит А что у нас происходит сейчас вообще на рынке Это стихийная Эволюционная история Которая в связи с мусорной реформой И в связи с тем что времена поменялись И сами как-то образуются В итоге эти компании Либо они крупнее станут Либо мельче Или все-таки это управляемая история И например кто-то должен принять стратегическое решение И соответственно по этому решению Выстроить всю систему управляющих в городе Как у нас происходит сейчас Слушайте Я говорю вот эти вот Новые рычаги Которые есть В рамках лицензионного контроля У государственной жильей инспекции Они позволяют Очень серьезные изменения Сейчас внести На рынок управления домами И на самом деле То что происходит по стране Везде по-разному Например Мы очень часто любим Приводить Татарстан Там у них вообще полностью Управляющие организации Под административным ресурсом Они полностью по сути подчиняются Муниципалитету Да Муниципалитету Республики Это в Екатеринбурге наоборот Там очень серьезно развивается конкуренция Дома переходят из одной управляющей компании в другую Которая предлагает даже Больше размер платы Чем было изначально у другой Люди соглашаются Но люди готовы платить больше Потому что видят Потому что видят За качество За качество И таких примеров много И что самое-то интересное Вот вы уже называли Часть управляющих организаций От застройщиков Некоторые из них Уже сейчас работают Над экономически обоснованным Размером платы Который будет сформирован На основании сметы Платы за содержание Сметы Исходя из перечня услуги Работ по содержанию общего имущества Где определенное количество Стоимость на один квадратный метр И по сути высчитывается Вот этот размер платы И если еще к нему добавить Порядок изменения Цены договора Что у нас предусматривает Жилищный кодекс То по сути появляется Такая идеальная система Не просто поддержания дома В надлежащем состоянии И даже улучшение его характеристик То есть проведение Не просто своевременно текущего ремонта А действительно улучшение показателей Когда собственники уже начинают Меньше платить За коммунальные услуги Мы должны прерваться сейчас на рекламу Все-таки вы не отметили Не ответили до конца на мой вопрос Вот пример Екатеринбурга Хорошо Татарстан Хорошо А у нас то что происходит У нас должно быть принято Политическое решение Или у нас стихийно сложится Но конкурентный рынок На сегодняшний день Прерваемся Прерваемся на рекламу Продолжаем разговор Михаил Шихов Депутат Кировской городской думы Член комиссии гордумы по ЖКХ Андрей Воробьев Руководитель некоммерческой организации ЖКХ Эксперт член общественной палаты Кировской области Так что В Екатеринбурге Понятна схема Там повышается конкуренция И борются управляющие компании Предоставляя все лучшие услуги И люди могут переходить из компании в компанию Их налаживается В Татарстане жестко контролирует муниципалитет Как и во всем Там есть политическая воля Во всем абсолютно Я не знаю хорошо это или плохо Судя по состоянию Татарстана Состояние в Казани хорошо Одни выбрали одно Другие выбрали другое Но определились А мы где? Мы где-то в стороне Мы болтаемся где-то Хорошее слово подобрали Мы где-то в стороне Где мы, Михаил? В этой ситуации Если мы ведем речь О выборе управляющих компаний С жильцами То тут мы действительно Мне кажется Граждан малоинформируют Я бы давно состоял какой-то рейтинг Где-то вывесил его Управляющих компаний Да столько раз Он есть Только он составляется По каким-то странным критериям Постоянно звонят А как эти? А как эти? А как вот эти? Ну то есть Потому что как бы У жильцов нет никакой информации И плюс Сами-то жильцы Честно говоря Иногда инертно Вот этим вопросом занимаются Мы видим по нашему опросу Есть гневное письмо Мы даем возможность скинуть адреса И никто не пишет И вы знаете Или допустим Есть там из 100 квартир Там 30 прям активных А собрания Собрать не могут И переголосовать не могут Поправляющих компаний И вот это Слушайте Если мы такие пассивные Кто в лес Кто под дрова Может нам как раз И нужна политическая воля Вот у нас в Кирове За политическую волю Андрей говорит нет Должна быть и конкуренция Но конкуренция должна быть Четко регулируемой Потому что смотрите Я уже приводил этот пример Когда у нас господин Шершиков Горадминистрации Что-то заявлял Это кака управляшка? Шершиков Их много У него много Там разные названия Когда про 90-е говорили Доверие или что-то такое Вот как-то так называлось Что-то заявил На следующий день Вот я могу показать В его домах Появилось объявление Вчера в городе администрации Господин Шершиков Не смог договориться С компанией САХ О вывозе мусора Он нехороший Переходите к нам Управляющая компания такая Это да Они любят разбрасывать Еще в ящики Борьба такая А это не здоровая конкуренция Это плохо Я считаю это не особо здоровая конкуренция Нет ну подождите Давайте мы тогда будем контролировать Просто управляющая компания И все В городе Кирове кто мы-то? Вот все время спрашивают Кто мы контролирует? Мы это жильцы Так не хотят жильцы контролировать Они не хотят даже нам писать Адреса своих свалок мусорных Понимаешь? Не хотят А выход-то какой тогда? На мэрию-то все возложить? Ты ни за полгода, ни за год Ментальность не изменишь Вот я и спрашиваю Вот Михаил считает Что все-таки нужно Политическое решение И жесткая рука в мэрии Конечно Ну смотрите За последние полгода Сделано много На сегодняшний день Это уже заканчивается тем Что и с активом Сленинской компании Вопросы по вывозе мусора Решены Административно-территориальная инспекция Она начала работать То есть Я думаю Через Месяц-два уже увидим И результаты работы И этой структуры А что касается мусора Я думаю С 1 января с ним проблем Вообще не будет Почему? Как они тут рассосутся-то вдруг Эти мусорные свалки Около от контейнерных Внезапно Ну мы же уже много раз говорили О том, что С 1 января Вывоз мусора Переходит в коммунальную услугу И оплачивается отдельно По тарифу Который еще не утвержден По тарифу Который еще не установлено А до 1 января Мы будем терпеть Вот эти свалки Еще раз Всего 2 месяца осталось Еще раз Подмерзло уже ничего Я только что сказал По компании Сейчас мешок прикроют По ленинской управляющей компании Вопросы решены И я сказал Неделя-полторы-две Актив Актив это большая компания? Много домов? Актив это УЖХ И бывшая Октябрьская укропрагающая компания Это большая Это крупная компания Переобулись Переобулись В воздухе Смотрите какая история Вот среди тех Немногих адресов Которые нам скинули Это Пятницкая 98 Это Карла Липнихта Перекресток Смока Да Это Солнечная 17 Это Карла Маркса 134 Это та тема С которой мы собственно Зацепились Это Карла Маркса 134 Вот свалки там сейчас есть Люди спрашивают в фейсбуке Что нам делать Когда мы видим Такую вот свалку У своей контейнерной площадки Какие шаги нужно осуществить Чтобы ее убрали Андрей Самое простое Позвонить В диспетчерскую Свою управляющую компанию Управляющую компанию звонят Они могут Туда еще дозвониться надо Туда еще дозвониться надо Ну ладно Подожди шаги Управляющую компанию звонить Дальше Да Им об этом сообщить Если Они Что-то вонятно расскажут Да Если не реагируют То единственный инструмент Это Писать жилищную инспекцию Которая ответит Через 30 дней Месяц Через 30 месяц Свалка Которая гниет Воняет и так далее И жилищная инспекция 30 дней Будет отвечать Вот на эту историю Ну в течение Бывает что раньше А скажите-ка мне Пожалуйста Дорогой Общественной палаты Кировской области А в администрации Нет никакого Человека городской Который вот Прям сидит на горячем Телефоне Звонки принимает Я не знаю Вот я хотела Про это же спросить У нас столько Горячих линий В общественной палате Почему Общественная палата Не устраивает Сейчас горячую линию По мусорным свалкам На контейнерных площадках Вот надо как раз Спросить У нас же есть В общественной палате Центр общественного контроля Который любит Такие горячие линии Сергей Николаевич Улить Это к нему вопрос Вот Можно к нему обратиться А вы тоже член Сейчас этой комиссии Я еще не вошел туда Ну вот уже Заявление-то написали Наверное Не написал Не успели Но так я вам сейчас Все равно Как заявленному Члену общественной палаты Предлагаю открыть Горячую линию По свалкам Вы Два члена Общественной палаты Между собой Договоритесь или нет Смотрите еще раз Вот Чем больше мы устраиваем Таких горячих линий Чем больше у нас Административных органов Начинают это все контролировать Тем больше Мы развиваем пассив И у собственников Тем больше Они становятся инертными А что собственники должны сейчас Выйти и куда нести этот мусор Сложить их в пакеты И куда они с ним пойдут Если они выдачут Работать в контейнер Собраться вечером После работы Обсудить повестку Пригласить трех директоров Управляющих организаций Других И прижать к стене Не прижать их Спросить какие у вас предложения По размеру платы По нашему дому По содержанию ремонта Так а мусор Так в это время Будет прижать И выбрать И со следующего дня Приходит другая управляющая Со следующего дня Ну я условно так говорю Ну это сколько срок Срок С момента внесения изменений В реестр лицензии Я сейчас про другое вас спрашиваю Андрей Свалка лежит сейчас Поменять оперативно 30 дней Управляющая компания Не будет меньше месяца А свалка так и будет лежать Я сейчас спрашиваю Что нужно сделать оперативно В этой ситуации критически Оперативно этот мусор Никуда не пропадет А вот так Будет лежать Так подождите Вот можно я все таки спрашиваю Вот Михаил сказал что С января С января следующего года Мусор исчезнет А у меня вопрос А с чего он вдруг исчезнет Управляющие компании Лучше начнут контролировать Те люди которые перевозят Лучше начнут Вывозить быстрее Или еще что то То есть мусор исчезнет У нас вообще с января Следующего года Как я понимаю Контейнерные площадки Вот просто Мановением Волшебной палочки Золушки там Или феи Должны просто раз И как тыква в карету Преобразиться Ну то есть Если мы платим По новому тарифу Который пока не утвержден Но говорят он будет Там в районе Где-то 120-130 рублей Вот такие назывались цифры Да Если человек платит Такие деньги Он же будет спрашивать Почему я несу мусор В грязный контейнер И там еще валяются Пакетики Может и не будет Я вот сомневаюсь То есть ты думаешь 1 января Все приберут Мы слушай Расковаривали об этом Вот еще в июне Про контейнерные площадки И прочее И как Проходит полгода Я до сих пор удивляюсь Что люди вот на улице Не вышли И рядом со своими Контейнерными площадками Не встали И как Вот ты думаешь Это все преобразится Михаила спросим Он наверное Как человек Который в теме разбирается Может нам рассказать Как это будет Смотрите Все таки С 1 января Ответственный за мусор Это региональный оператор Который куприт Да Который выиграл Эту функцию На конкурсе Смотрите Управляющие компании Уходят За ними остается Только содержание Контейнерных площадок Создание и содержание Введение реестра Они денег Из тарифа Ведь за это не получают Они денег Из тарифа За это не получают То есть они получают Те же деньги Которые получают сейчас И я так понимаю Что содержание Контейнерных площадок И сейчас Это функция Управляющих компаний Нет Смотрите По закону Они же могут заключить Договор с перевозчиком и перевозчик, приезжая за мусором, у нас, допустим, откуда свалки? То есть управляющие компании решили сэкономить на содержание контейнеров, площадок. И перестали заключать договоры на содержание территории. И сами не содержат. И сами не содержат и перевозчика. У перевозчика функция простая. Он приехал, поднял контейнер, все, что было в контейнере, высыпал, поставил, отчитался, уехал. Все, что на земле, это и есть функция по содержанию контейнера, площадки либо местонакопления. Так, а с 1 января что изменится? Будет перевозчик это делать. Если с ним заключат договор, а если нет? Поймите, когда у нас региональный оператор предъявляет щита всем гражданам, проживающим на территории, его действия, соответственно, он должен четко определить объем, образующийся на этой территории, и согласно этого объема выставить контейнера. Если где-то не хватает контейнеров, значит, он в чем-то обсчитался и должен сам себя поправить. Да, и какое время займет этот процесс, когда один другого или сам себя поправлять будет? Я думаю, с 1 января это вообще все заработает. Вы поймите, то, что касается МКД, это вообще достаточно просто. С 1 января это все заработает. Ну, вообще, на самом деле, в ситуации, которая у нас длится уже который месяц, я вижу одну большую хитрость и одну большую жадность со всех сторон. Вот, Свет, знаешь, самый популярный комментарий, какой в социальных сетях, по поводу того, почему сейчас все происходит вот так, да, на контейнерных площадках. Чтобы люди поняли, как вот плохо, когда все завалено мусором, и 1 января не пищали и не жаловались на то, что они стали платить больше. Вы же готовы заплатить любые деньги, чтобы крысы не бегали по городу. Лишь бы вот это убрали. Вот, это самый популярный комментарий. Наши эксперты согласны с этим? Ну, он неверный. Ага. Он неверный. Андрей? Я вообще не согласен с этим, потому что если с человека будем платить по 150 рублей, может, Михаил знает другие цифры? Меньше, говорят. Я вообще не знаю. Тариф пока не установлен, поэтому. И будет то же самое, или чуть лучше, но это не выход. Но по 450 рублей семьи. Из трех человек. Из трех человек. Если так же будет все раскидано, бегать крысы и мусор будет вывозиться, контейнеры будут добавляться по мере необходимости. Если региональный оператор обсчитался, неизвестно в течение какого времени, кто это будет отслеживать и передавать ему эту информацию. Андрей, я приглашаю вас в Куприт. Зайдите. Вот сейчас там каждый день идут прогоны по территориям, инвентаризация контейнерных площадок. Вы ознакомитесь с работой автоматизированной системы управления отходами, вывоза отходов. Вы поймете, что это будет работать прям очень неплохо. То есть у них уже все посчитано? Конечно. Это сейчас все инвентаризируется. То есть все считается. С перевозчиками отрабатывается. Вы что думаете? А сколько человек? Подождите. 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 Вот 1 января это выходной. Сколько человек в Куприте? Они же не успеют все контейнеры поставить 1 января. Куприт и не будет этим заниматься. Куприт отыграл конкурсы по транспортировке. У Куприта программное обеспечение, в котором есть все. Он прям в режиме онлайн следит. Он знает, сколько поставить. А ставить-то кто будет? Он знает, сколько поставить. Куда приехал, куда вывез, что приехал, какой объем, какой вес. Куприт знает все и за этим следит. Он на то и оператор, который следит за остальными. Хорошо. Куприт готов. А вопросы они следующие. У нас остаются 15 секунд. Куприт готов, а управляшки-то ведь нет. Что значит управляшки? Они к чему не готовят? К тому, чтобы выставить больше контейнеров. Откуда контейнеры-то возьмут? Сейчас нет. С Купритом договора. А Михаил, выставили контейнеры, кто должен установить? Вот это закон не прописано, но я вас уверен. В течение двух недель это собраться будет точно решено. Я не понимаю. До сих пор не прописывать. Как может все само собой рассылаться? Откуда они появятся? Управляющая компания не будет денег на контейнеры? Да, откуда они появятся? Вот смотрите, у нас любое, вы же прекрасно понимаете, любое действие, связанное с домом, производит управляющая компания от согласия жильцов. Нет согласия жильцов. Нет собраний, не идут они, никто не анонсирует никакие собрания. Нет собрания жильцов на что? На устройстве контейнерной площадки? Мы завершаем наш дневной разворот. И я вот, сколько мы с тобой, Ань, тут не обсуждали, все подозревали, что это волшебство 1 января должно произойти. Видимо, прилетит Дед Мороз. Фея прилетит. Дед Мороз. Змахнет палочкой тыквы, приходит вас в горе. Произойдет, произойдет. Но никто не признается, что происходит сейчас. Честно. Вот я в Деда Мороза поверю. В Деда Мороза. Все, завершаем контейнеры. Приходит, Куприт работает. Комиссия по ЖКХ, мне кажется, должна выехать прямо на Куприт и посмотреть, как они готовятся к Новому году. А мы список из тех нескольких пяти буквально адресов, которые нам послали в нашей группе в Фейсбуке, направляем завтра в городскую администрацию. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...